привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь во имя отца и сына и святого духа аминь слава богу иисусу христу спасителю за путь истину и жизнь вечную аминь слава богу жизнь свободе бога я хотел бы сейчас поговорить про эти моменты задеть три темы которые связаны со свободой я когда я покаялся тогда я хотел конечно вера была но я еще не был свободе бог ввел у меня через все да у меня были такие моменты когда я надеялся на человека когда я искал славу от человека когда я еще не знал истину когда я не знал как еще идти за богом когда не знал как двигаться с богом вот это про эти моменты я хотел бы поговорить я думал если я буду общаться с верующими людьми но я покаялся и общаюсь с верующими людьми значит я такой свободный я я думал если общаюсь с людьми которые там прославление ведут значит я там не знаю ближе к богу или так далее но в конце концов я понял одно во первых я начну с мест писания с библии жизнь свободе бога жизнь свободе бога происходит только через иисуса христа спасителя почему я про это говорю познайте истину и истина сделает вас свободны а истина это кто это иисус христос он есть путь истина и жизнь опознайте его это как это когда вы лично начнете искать его когда вы лично начнете полностью проходить слово божие библию когда вы лично покаетесь от сердца когда вы лично хотите служить богу доброй совестью когда вы лично хотите просто жить так как хочет бог это очень важный момент потому что я в жизни не был свободный я искал какого-то человека я искал слава человека я думал моя сила там в стиле лечо и конка каких-то моментах я просто понимал что свобода в боге это только через иисуса христа спасителя а все остальные моменты я могу только два вам сказать момента которые важные моменты очень важные моменты проклят человек который надеется на человека и плод делают свою свою опору это конкретная я вам со своей жизни говорю это истина реально если ты зависишь даже от верующего человека если твоей жизни нету живого бога иисуса христа спасителя если ты хочешь от него получить информацию будет проблема я тебе из-за этого говорю лично тебе жизнь свободе бога это самое главное что тебе надо брат благословите о господь и сохрани аминь я хотел бы сегодня поговорить про жизнь в свободе бога я вот заметил многим людям этой темы темы наверно не хватает потому что я вчера лично сам общался с человеком православным человеком я с ним общался два часа и он мне за два часа хотел объяснить что я не спасенный у меня за два часа хотел объяснить что иисус который меня спас это не тот иисус у меня два часа хотел объяснить что мы спасаемся нашими делами и это все происходило у меня мотал эту пластинку и мотал и мотал а вот я хочу вам теперь хочу один момент объяснить когда я это все понял что я свободны это когда я остался один когда я остался один без никого не мирских и не мирских людей когда я кричал к иисусу христу помоги мне я просто умираю лично уже и мне приснился сон и иисус мне во сне прям сказал я хочу быть твоим лучшим другом все тебе больше меня никого не нужно то тебе еще нужен все вся моя жизнь была к этому и пришла что я зависим от него я просто хочу также чтобы ты друг мой познал эту свободу свободу почему часто мы в жизни зависим вот как вчера этот разговор был с этим православным человеком он мне начал два часа объяснять тебе надо нужен батюшка тебе нужен священник тебе нужен то и два часа он не говорил про вообще его спросил что такое спасение мы с ним горит два часа он ни разу не сказал что иисус христос спасает от нас от ада и вечного огня вот представьте себе да какая какая катастрофа аминь сто процентов да какая это катастрофа когда человек реально он мне говорит что православная вера самое главное баптисты говорят их не а вера а где братолюбия если это все разделение идет идет динаминация против динаминации где это братолюбия если я прихожу такой как я а где ты покаялся у меня в комнате покаялся а как это так а вот так встал на колени от сердца кричал богу были слезы был свет в комнате было спасение было исцеление был путь была любовь то есть бог все а теперь с кем я должен общаться с батюшкой с каким-то слава богу за всех батюшек да но не надо делать славу человеку если тебя бог спасает в твоей комнате или где-то в конкретно плохих условиях которых я был как лужа грео грязной воды это самое крутое мне вообще откровение было что это самый важный момент когда ты к богу приходишь когда никого нету вот без этой всякой показухи камеры когда ты один все спокаешься и когда ты а бог реально касается все тогда ты реально начинаешь говорить о нем а когда вот это все хватит люди вроде такие все верующие но они даже не знают что такое покаяние они не знают что такое путь богу они не знают что такое вообще жизнь бога также я хочу в этой теме задеть очень важные моменты мы заденем три важные момента очень важно не суди брат каждый перед богом даст отчет брат благослови тебя господь во имя отца и сына и святого духа аминь я хочу сказать тебе лично брата мне бог дал реально освобождение от религиозного рабства почему потому что он не к ним дал любовь понимать к этим людям он реально мне дал любовь господь дал любовь когда-то я сидел один комнате реально сатана меня начала крутить ты никакую церковь не ходишь ты ни с кем там типа ну не сидишь на задней лавочке и так далее да но я там себя не чувствовал свободным мне не давали говорить мне вообще мне запретили дед рассказывать в ютубе мне запретили на тренировке по боксу говорить мне запретили в охраной в охране работать мне вообще все они запретили вообще ничего нельзя я я не был никаким членом я просто пару раз там был и мне это хватило я просто понял мне нужен живой бог я не хочу три часа слушать как правильно одеваться в церкви я хочу видеть людей которые приходят к богу которые каются и которые идут за богом вот это для меня настоящее настоящее покаяние что вот это сидишь и вот свои каши ты там я не говорю про всех не дай бог я говорю те моменты которые меня задели кто это понимает он поймет про что я говорю аминь да это и есть это реально это факты да я вам говорю с личного опыта это реально как музей какой-то музей это не больница для спасаемых а музей почему вот представьте момент я привожу в такую динаминацию привозу привожу с собой человека который реально ну проблемах больших проблемах мы с ним заходим туда он кается короче слезы текут к нему подходит какой-то служитель это реальная история служитель он реально переживает бога там потому что он ищет бога к нему приходит служитель это было лето и жара он ему говорит зачем ты приходишь в церковь в длинных шортах он докопался до него человек реально хочет это на на улице жара плюс 40 да он что-то не в брюках короче докопался до него он хочет прийти к богу а здесь про шорты ему начали все это объяснять потом мы выходим на улицу я говорю они начали мне говорит братья вас еще много греха и из-за этого во многие моменты еще делать нельзя я горю в тебе что греха нету и там это таких историй я могу море могу рассказать и просто я хочу сказать одно вот эта тема свобода в боге бог не дал реальную свободу от чего от во первых от этого от сатаны у меня дал почему библия стоит познайте истину а истина это есть христос и вы будете свободны а свободный в чем в боге также библии стоит господь есть дух а где дух господин там что происходит свобода а какая свобода когда ты реально сидишь и тебя на новый год никогда вообще ни один человек не поздравляет а ты сидишь в такой благодати ты понимаешь какой что мне сделал господь нет господь сделал такие подарки которые не купишь за деньги во первых жизнь вечная семья у меня восстанавливает все моей жизни да и и это на происходит в его свободе я теперь реально понимаю библию я начал понимать многие моменты которые до меня никогда не доходили когда я сидел на какой-то лавочке когда я ставил галочку когда моя жена мне рассказывала раньше она ставила свечку годами она не понимала что вообще не этим хотят сказать но она их ставила надевала косынку и ставила свечку это православной церкви в казахстане было и вот представьте как человек он реально я разговариваю с людьми они 28 лет ходят в церковь они до сих пор не знают спасенные они или нет я не пойму какую библию люди читают или кто там проповедует про что там проповедует про какую свободу речь идет люди пытаются получить спасение через что люди по хотят получить своими делами они до сих пор не поняли кто такой иисус христос иисус христос освободил меня полностью от клятвы закона все он умер за мой грех полностью я теперь полностью грех не имеет надо мной никакой власти над тобой тоже если в твоем сердце спаситель живет и то есть благодать про которую стоит библия вот эту благодать который бог нам дал это любовь и благодать и милость божия который бог нам дал этот подарок иисус христос этот подарок люди некоторые я заметил религиозные они убирают в сторонку как можно благодать это единственный путь на свободу из этого ада через адама и его приходит грех нашу плоть через иисуса христа мы можем спасти получить спасение все это есть новый завет с богом нету другого пути к богу как кроме через него все ты можешь хоть бы сейчас я сижу такой типа я такой чистенький все хорошо у меня да но я прекрасно понимаю я нуждаюсь каждый день благодати без спасителя иисуса христа я не могу получить оправдание путь богу никогда в жизни я вам это сейчас говорю открыто я каждую секунду в моей жизни как воздух которым я дышу я нуждаюсь спасители если у меня не будет спасителя и благодати у меня нету шанса получить прощение никогда в жизни а во вторых что стоит били или в третий в библии стоит также что господь говорит отойдите от меня я вас не знаю почему он так сказал потому что люди всю жизнь ходили и целовали руку ставили свечки и сидели на задней лавочке слушали батюшку петю они вообще близко не познали кто такой иисус христос они близко даже не поняли что что хочет от них бог они даже не поняли что такое покаяние и почему почему человек это не понимает потому что рабство вот это религиозное вообще она не хочет чтобы человек вышел на свободу иисус христос сказал где он увидит любовь между вами любовь когда он будет между вами как можно получить любовь если 125 динаминации и одна идет против другой православные говорят они самые правильные баптисты они говорят у них юбки длинные значит они спасенные харизматы говорят что они на языках молятся или те другие и все что-то говорят против где братолюбия если ты им говоришь что я член тела иисуса христа они с тобой больше не здороваются все понимаете все ну как это понять да если разобраться а это есть свобода что их раздражает мне а меня раздражает что они не поймут кто такой иисус христос к чему он пришел и что он мне дал слава богу не только мне всем людям кто сейчас здесь и кто верит в его спасителя спасение братья и сестры и также я хочу теперь задеть важный момент с моего личного опыта личное свидетельство личный опыт который у меня был я живой свидетель иисуса христа спасителя иисус христос спас меня своей силой если бы не иисус христос я были лежал уже сто раз но не сто раз минимум 10 гробу меня бы уже давно съели бы черви если бы не иисус христос он меня поставил на ноги что я вам могу это говорить раньше я одного слова не мог сказать и каждое третье слово был макс моего да и мысли были непонятно о чем и не дай бог я бы жил дальше в этом жизнь я бы не жил иисус христос меня спас тогда когда я умирал и плювал кровью когда врачи сказали уже все печень была в 20 раз увеличена есть анализы крови и также мое здоровье 2011 году мне уже говорили катастрофа ничего хорошего уже все там здоровье было это я не говорю о клинической смерти сколько я был в реанимации после этих всех драк все тело в шрамах разрезали живот полностью кость вырезали ноги шили и все что-то не голова пробитая у меня нету обаяния где-то много позвонок у меня в задние да просто я хочу вам одно сказать если бы сила иисуса христа меня бы не спасла я бы здесь не сидел не говорю и я говорю еще один момент почему библия это истина библия свидетельствует о том кто меня спас и из-за этого я говорю истину если мы начнем с кем-то точно говорить про это я могу точнее объяснить это да библия слова божия истина аминь слава богу иисусу христу спасителю то что я раньше думал в сердце реально до библии я сейчас начал читать и это все подтверждается как это дух святой аминь сто процентов но многие меня спрашивают от это она начитался теперь у тебя крыша ей я до этого это думал библия это подтверждает и все глубже и глубже истина я вам говорю иисус христос исцелил мою печень последний анализ это было летом ни жировой ни хепатита ничего нету есть анализы есть факты могу скинуть потом в телеграм-канале если вы хотите доказательства подарил мне три сына три сына здоровых полностью здоров врачи говорят они не просто здорово они слишком и у них развитие идет конкретное 15 лет зависимость ужасная была слава богу иисусу христу спасителю подарил жену которая хочет чтобы бог во мне жил и чтобы я состоялся в боге я мечтал такую жену бог не дает жену такую слава богу иисусу христу спасителю теперь вот я хочу задеть один момент который говорил иисус христос вор пришел я проект момент часто говорю вор пришел чтобы украсть убить и погубить я живой свидетель этих слов про что сейчас говорил иисус вор дьявол змей лицемер сатана пришел украсть покушение идет конкретная цель вера будет происходить все крадется вера человек во тьме сатана дает ему свою истину дальше идет тело сначала ты вроде такой крутой самое главное заглушить время чтобы ты не познал эту истину цель третья сатаны это вечная погибель украсть убить и погубить вечная погибель от теперь говорит иисус христос я личный свидетель этому этих слов что он сказал моей жизни у тебя а я пришел говорит иисус христос чтобы имели жизнь имели жизнь с избытком говорю про эту жизнь здесь на земле а дальше я могу подтвердить еще чтобы была вечная жизнь с богом спасителем иисусом христом теперь иисус христос воскрес он у отца готовит нам места ходатайствует за нас а дух святой нас ведет дальше отец сын и дух святой аминь слава богу иисусу христу спасителю бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедан был в народах принят веру в мире вознесся во славе аминь слава богу иисусу христу спасителю если бы не бог в моей жизни то не дай бог да это было бы проклятие я жил в проклятии долгие года моей жизни без истины не то что меня была вера но я не жил и этой истины за истину надо держаться надо богу дать чтобы он просто дал эту возможность за нее держаться это настоящая жизнь ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аминь сегодня и сейчас мы можем это получить как разбойник на кресте когда иисус ему сказал сегодня ты будешь со мной в раю спасение о благодати через веру в иисуса христа спасителя аминь ибо благодатью вы спасены через веру и это не от вас это божий да бог дает на все все ключи все было заплачено он дает я хотел бы коротко вот эту тему задеть теперь я за задену одну такую может быть тему которую вы встречали опасную тему брат пожалуйста если сможешь или если будет желание помолиться за меня я в 2 вдвойне тебе пожелаю здоровья и благодати а брат хорошо у меня вот на днях кстати тоже была температура вирус до недели братанный брат извини перебиваю у моего периода не так у меня было у жены температура у детей но у меня до сих пор голос слышишь и чуть-чуть это простуда была такая но сейчас слава богу нормально все я не знаю у тебя может грипп это да конечно будем молиться давай в конце стримов я всегда молюсь и я тебя запишу кстати если здесь давайте я запишу цвету у меня есть такая книжка который бог мне сказал открыть я не могу всех братьев и сестер запоминать но я записываю туда имена и стараюсь молиться чтобы человек познал реально душе бога и чтобы он начал идти за богом как тебя зовут брат я хоть напишу как тебя зовут и откуда ты я запишу тебя тоже по жажде говорит библии сетя и жажда верь конечно ты сам лично молись богу доверим и делать тоже так что надо если сильная температура старайся это если дома есть парацетамол выпей да я я пил парацетамол сбила сразу на 2 эти и будем конечно молиться если я надеюсь у тебя есть дома все эти препараты да хорошо брат записываю сдавать я сейчас запишу будем молиться я говорю у меня недавно сейчас что-то так много людей простывшие температура ну ну бог пусть бог тебя исцелит и даст себе вот это освобождение я тоже вот на днях у меня вообще мне не тоже температура у меня что-то сердце начало стучать реально дуб-дуб едешь прям я уже жене говорю я прям задыхаюсь я говорю все по моему мне конец приходит брат благодарю ты это сделаешь для бога бог тебе воздаст сто раз больше и он любит тебя и хочет чтобы ты был всегда с ним аминь слава богу да брат конечно без проблем я здесь и я не знаю ты подписан на телеграм-канал давайте его сразу скину потому что часто вот новые люди приходят подписывайся туда пишите там то можно поближе общаться до чтобы если сейчас я скину вот телеграм-канал если кого есть желание делайте все от сердца ник никого никто никого не заставляет в боге мы все свободны это не рабство а это выбор бог дает нам выбор но я хочу тебе сказать выбор в сторону бога это благословение выбор без бога я его делал почти очень долгие года моей жизни это было проклятие но бог все равно меня спас по молитвам по благодати и милости так что выбери жизнь а жизнь это христос он есть и свет и жизнь и пути и вечная жизнь аминь слава богу иисусу христу спасителю будем молиться идти дальше да давайте я закончу вот эту тему которая хотел насчет свободы ну вот свобода в боге да также братья и сестры я хотел бы задеть очень важный момент опять же вернусь к свободе как мы получаем свободу во первых когда мы каемся когда мы принимаем иисуса христа как спасителям нашу нашу жизнь да когда мы начинаем читать библию когда мы начинаем идти конечно конечно брат подписывайся пиши голосовые сообщения оставляй скидывай какие-то моменты аминь сто процентов только это для тех кто хочет от сердца реально чтобы не было там если люди начинают оскорблять там плохое писать проклинать я я их убираю братья и сестры убирая потому что этот канал телеграме чисто для людей кто хочет ближе общаться кто таких а кто нет слава богу тоже смотрите проповеди смотрите ролики читайте сами библию самое главное да идите за богом это тоже тоже хорошо но там я чисто телеграм канал с кем ближе общаться и кто реально чем-то хочет поделиться а есть люди которые просто посмотрели это тоже нормально это я тоже захожу к некоторым людям я смотрю дальше иду все нормально слава богу я хотел бы теперь задеть очень важный момент который меня вчера задел очень серьезный и важный момент библия от матфея 15 глава 14 стих оставьте и они слепые ваш вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму я вот вчера разговаривал с одним человеком реально я хотел вообще записать его свидетельство я его давно знаю он живет другой стране но я его давно знаю и вот представьте себе да этот человек про кого я говорю о мне говорит он ходит в храм он делает все но он не он еще себя не считает спасенным вот представьте себе да он не знает что такое спасение и вот этот момент я хочу вам рассказать да если ты ходишь в церковь если ты реально не пережил еще бога если ты еще не знаешь что ты спасенный ты сегодня можешь узнал ты сегодня можешь покаяться и прийти к богу ты сегодня можешь идти за богом и служить ему не завтра поймите да брат василий благословите о господь и сохранить я вначале теме это говорил но давайте я сейчас вот эту тему закончу еще три момент три момента немного время оставьте послушайте вот я хочу за мыслями не потеряться так я расскажу вот это вашей вообще тема свобода в боге я до конца закончу она будет также я выставлю на канал и вот я хочу потом вопросы будем задавать и общаться и пожалуйста никто не мешает вазелин это такой человек он пишет про машины они поймут что он хочет а я просто хочу сказать и ему не мешай пожалуйста богу двигаться да вот я не знаю что ты вот я его блокируем выставляет такие опять свои эти я он сбивает смысле здесь тема идет слово божие да и он заходит и заходит не знаю ему вроде канал понравился слава богу да ну ну просто как сказать это когда ты концентрируешься хочешь идти за богом конечно это сбивает с пути да ну вот я хотел бы сказать вот это от матфея 15 глава 14 стих вот эти вожди который говорит библия да которые сами не познали истину это стоит другом моменте тоже господь говорит да что вы сами не спасенные и другим мешаете как ты можешь получить спасение через покаяние и только через веру в иисуса христа мы спасаемся по благодати и милости библии стоит только через христа и когда мы на реки для чего бог оставил бы для чего у нас есть библия это инструкция жизни чтобы мы знали как дальше жить чтобы мы знали как идти за богом и чтобы мы знали вообще как нам поступать также дух святой нам объяснить что это все истина аминь для этого и явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола аминь иисус христос явился чтобы разрушить дело дьявола а какие дела дьявола дела антихриста дела вот эти что сейчас творится посмотрите люди как они закрыты им начинаешь говорить про бога они начинают смеяться до раньше когда я извините меня в челюсть бил человеку это было не смешно человек падал и терял сознание это были такие моменты а сейчас начинаешь про бога говорить люди на христианском канале начинают материться обзывать проклинать нету вообще ничего святого внутри хотя вот именно и эти люди говорят что они верят в бога как объясните мне это не дай бог такое да господь есть дух и где к дух господин танк свобода аминь наше оправдание вот давайте почитаем книга галатам 2 глава 16 стих человек оправдывается не делами закона а только верую в иисуса христа а мы уверовали во христа иисуса чтобы оправдаться верую во христа они делами закона ибо делами закона не оправдается никакая плоть аминь и теперь следующий стик так также стоит библии что иисус христос оправдал нас от клятвы и даже стоит избавил нас от клятвы закона и сделался за нас клятвы аминь слава богу вот братья и сестры вот про эту свободу я хотел бы просто вот пару моментов сказать когда ты живешь свободе бога бог тебе дает во-первых власть аминь вазелин вот давай это короче если ты смотри вот если ты хочешь послушать про бога слушай я не знаю вообще кто ты да я тебя оставлял телеграм-канал если ты хочешь заходи на телеграм-канал пообщаемся лично я не знаю что ты скрываешься или чё я тебе даже его оставил он вон есть в ссылке зайди туда и позвони мне напрямую пообщаемся ключи видеозвонок зачем вот это просто просто писать что-то я не знаю смысл твоего вот этого что ты сейчас это пишешь да вот этот момент я не пойму заходи в телеграм-канал сейчас после стрима пообщаемся сетя есть желание такое да из-за этого братья и сестры когда ты в свободе бога тебе никто не может подойти знаешь да будете люди которые говорят вы типа вы типа не вы типа не спасенные типа вас нету бога да но поймите одно да и когда вы живете с богом с живым богом внутри да бог вам дает власть у вас есть власть и не то что он вам дает он живет вас библия говорит вселюсь в них и буду ходить в них поймите одно да если бог будет ходить в нас на что нам дает власть конкретно и это очень важный момент если мы живем во власти бога слава богу да это конкретно вас слава богу иисусу христу спасителю аминь из-за этого братья и сестры вот этот момент я имел ввиду кто хочет поближе пообщаться вот есть такие люди есть люди реально вот ты говоришь про бога концентрируешься я на будущее буду стараться записывать ролики отдельно да вот эти ролики про спасение ролики про путь бога стрим делать молитва туда-сюда чтобы самые главные моменты за задей да вот эти ролики надо будет записывать так чтобы чтобы не теряться знаете ну я нормально ничего не потерялся просто есть люди реально не не адекватные понимаете и таких людей много к сожалению да я не пойму смысл и они пишут вообще какой-то бред и я никогда не думал что взрослые люди могут такой я в миру таких людей не встречал который я встречаю здесь в миру люди вроде были понимал что крыша ехала но здесь не знаю не скрывается вроде меняет некий или как их называют но он не хочет на живую пообщаться не хочет рассказать кто он пишет какую-то машину про какие-то пиццу пишет или чем там из-за этого пусть бог ему поможет и приведет его к покаянию и даст ему свободу аминь так что заходите на телеграм-канал и будем лично там общаться так мы хотели давайте сейчас тоже помолимся за брат он так просил чтобы бравил что бог сбил у него температуру чтобы у нее восстановилась температура чтобы все было нормально так господь отец я благодарю тебя за этот день благодарю тебя за всех людей кто сейчас здесь на стриме я хочу тебя попросить отец во имя иисуса христа пожалуйста за день каждого человека чтобы они получили эту свободу чтобы эти люди могли противостоять дьявол чтобы эти люди могли быть в твоей воле чтобы эти люди жили с тобой и чтобы эти люди служили тебе чтобы ты жил в них ходил в них и они были твоим народом чтобы никакая плоть больше не могла им сказать что они не спасены мы все спасаемся только по благодати через веру в иисуса христа другого спасения нету никому на земле это единственный путь и истина и жизнь христос все чтобы человека это это молитва задела и твоя сила бог чтобы задела его господь мой отец коснись каждого из нас коснись сердца людей чтобы они жили в свободе чтобы ты им дал власть цена власть сыновей которые у тебя дочерей чтобы мы просто шли и чтобы за нами ты шел и перед нами и в нас чтоб ты шел как брат один сказал что господь видит нашими глазами и слышит нашими ушами и живет в нас аминь слава богу тебе что ты спас меня когда я умирал дал мне жизнь дал каждому из нас покаяние дал также путь к тебе и дал просто вечную жизнь с тобой слава богу иисусу христу спасителю аминь братья и сестры слава богу бог есть любовь я просто короткая молитва и и все бог пускай заденет приветствую брат да бог иисус дал нам свободу через свою жертву аминь нам только нужно принять жертву аминь жертву как до самую главную совершенную единородного сына до принять прощение и веровать в иисуса и жить по его воле аминь жить по его воле или быть в его воле напрямую до слава богу да иисус есть сын из-за этого братья и сестры сто процентов сто процентов вот я еще раз оставлю телеграм-канал подпис подписывайтесь туда оставляйте голосовые сообщения будем там общаться ближе говорить ближе только это телеграм-канал для всех кто реально хочет ближе еще ближе познакомиться богу и поближе общения да видите люди пишут оскорбляют моменты но пускай оскорбляет они же перед богом будет стоять меня знаете кем только здесь не нас не называет любыми я уже для говоря в миру такие оскорбления не слышал которые здесь но вы не оскорбляете меня вы оскорбляете бога все эти шесть тысяч роликов я говорю просто про иисуса христа спасителя это все что стоит библию поверьте мне вы 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 дадите отчет за каждое слово во первых вы сами не спасенные и вы еще стараетесь другим людям помешать вы хотите меня сбить с темы но вы не собьете потому что бог сильнее вы можете сбивать и это про это даже хорошо что вы стараетесь я понимаю что я на правильном пути хорошо что у youtube не пишет хотят мне закрыть этот канал вот сами подумайте зачем я хотят что-то плохое сказал здесь идут молитвы здесь идет истина жалобы приходишь то и что-то не то сделано тоже бред ну а бог бог считает все равно свое делает и он будет делать уже 200 сообщений с покаянием люди приняли иисуса люди хотят читать библию и это меня уже радует да когда люди хотят жить боги а вот это весь мусор который здесь валяется вот этот который мухи вот эти да как сатана бегает они будут всегда эти люди они не знают бога как библии стоит это дети дьявола если ты не служишь богу если ты идешь против истины если ты не хочешь принимать истину не дай бог библия говорит дети дьявол в вас нету нету правды нету истины востока идет всякая чушь и ерунда это очень проблема да я не ставят стараются мешать знаете братья этот канал реально посвящается тем таким людям как я пропавшим были погибшим а кто такие погибшие люди это все люди погибшие которые живут без иисуса христа потому что он пришел спасти погибшие это не говорит что я такой был там извините меня конченный какой-то алкаш или игроман или какой-то там да это люди которые думают что у них все есть а в конце концов они очень бедный почему у них нету иисуса христа у них нету спасения и это жизнь библия говорит этот пар это пар который мы не знаем когда она закончится я недавно слышал как мое сердце бьется я думаю если это сердце просто остановится все на этом закончился фильм я лично знаю людей которые умерли во сне я сам был в шоке это не были старые люди это были молодые люди из-за этого я говорю каждому из нас даже всем этим людям кто меня обзывает что я дура что я что-то пишу не то пускай они это говорят видите пишет там то это пускай говорят пускай делают это да и не дай бог чтобы это знаете не дай бог чтобы это со всеми так делались да из-за этого братья и сестры я благоставляю вас всех да не обращайте вниманию на вот этих людей которые живут без бога это дети дьявола стоит библии да они не хотят служить богу они не то что не хотят они еще идут против бога они обзывают волю божию они обзывают творца они обзывают божье творение они проклинают они мне хотят объяснить что я не спасенный они не хотят освободить они мне хотят объяснить что вообще ничего нету да а бог не уже я вам говорю про факты что бог исцелил спас и освободил я живой свидетель иисуса христа спасителя слава богу иисусу христу спасителя братья и сестры если у вас есть какие-то вопросы вообще до насчет веры насчет других моментов пишите и хотите здесь пишите или давайте перейдем на телеграм и там пообщаемся тоже на эти его на эти темы да да вот это на бог есть любовь это это аминь да также говорится библии про смерть вторую я вам расскажу два момента смерть 2 это говорится первая смерть это наше тело вторая смерть книга откровения это говорится о нашей духовной духовной смерти смерть это обозначается вечный огонь озеро огненное туда попадут все люди кто отверг иисуса христа спасителя не покаялся также я хочу отметить очень важный момент самый непростимый грех который бог не прощает это хула на духа святого что это такое это когда люди не принимают истину а истина это христос и это есть хула когда ты отвергаешь спасителя вот это самый непрощенный грех когда происходит потом смерть вторая эта книга откровения библия это не дай бог чтобы каждому это произошло люди им все смешно мне было не смешно когда я лежал в реанимации мне было не смешно когда меня откачивала мне было не смешно когда я плевал кровью и жил проклятие мне было не смешно когда у меня были зависимости ужасной и также моим родителям близким и всем другим кто хотел чтобы я остался жив им было не смешно а бог не дал освобождение дал покаяние дал путь к нему я же я сижу перед вами и говорю вам истину и и это истина что я вам говорю об этом свидетельствует библия все мои слова что сказано во мне если вы прочитаете конкретно новый завет вы поймете про что я говорю что делает христос слава богу иисусу христу спасителю аминь ну все тогда да братья и сестры все нормально вопросов нету идем дальше до переходим на на канал на telegram аминь слава богу то можем ближе знакомиться можем друг за друга молиться к этому мы призваны мы тело иисуса христа братья и сестры мы друг друга не знаем что нас соединяет это один дух одна вера и один спаситель это есть церковь иисуса христа библия говорит что мы как камни живые камни живые которые бог строит свою церковь не так что мы здесь в одном какой-то деревне и здесь нас 10 человек вот эта церковь иисуса христа церковь иисуса христа это в духовном виде бог говорит что я не живу в руках как ну из этих камней а я живу в духе он же дух есть понимаете как может быть я живу от может быть 6000 километров может быть 10 есть люди они с другого континента а мы на одном уровне духа мы верим в одну истину это и есть дух господин понимаете и это есть истина аминь но все братья и сестры переходим в группу все нормально идем за богом дальше следующая тема будет на готове будем идти дальше